Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Французский пасьянс. Как он сложится во втором туре президентских выборов и кому поздравления достаются уже сегодня? Впоследствии трагедии. Как отразится гибель сотрудника ОБСЕ на работе миссии на Донбассе? Карьерное пике. Что может лишить должности председателя парламентской ассамблеи Совета Европы? Французские гонки. Два главных претендента на президентское кресло. Центрист Эммануэль Макрон и ультраправая Марин Липен положили конец традиционной двухпартийной системе во Франции. На носу второй тур. Как комментируют последние результаты аутсайдеры этой гонки? Что говорят обычные рядовые французы? Подробнее Елена Зорина. В одном шаге от президентства с такими заголовками сегодня вышла французская пресса. Результаты социологи прогнозировали, но вот людей они до сих пор удивляют. Кого-то даже расстраивают. Впервые за 40 лет традиционные полицилы левые республиканцы остались за бортом. Я разочарован, но это меньшее зло из всех, которое может произойти. Я не смотрю на кандидатов, не обращаю внимания на их программы. Голосовал за Фиона. Во втором туре выбор будет крайне сложным. Лидер первого тура по результатам голосования 39-летний политик Эммануэль Макрон уже сегодня принимает поздравления сторонников. По результатам голосования центрист и бывший министр экономики Макрон набрал почти 24% голосов. Победил в крупнейших городах страны, в том числе и Париже. Его главный конкурент-лидер ультраправых Марин Липен здесь не дотянула даже до 5%. Зато она пользуется популярностью в Марселе, Ницце, а также на севере Франции, где есть проблемы с мигрантами. Всего за Липен проголосовали более чем 21,5% избирателей. Такой результат французов даже разозлил. Сразу после закрытия участков в Париже люди начали выходить на улицу, протестуя против прохождения Липен во второй тур. Несколько сотен демонстрантов громили рекламные щиты, сожгли машину. Не обошлось и без столкновений с полицией. Меня это очень нервирует. Я родился, здесь вырос и хочу, чтобы мои дети тоже тут жили. Не нужно впадать в крайности. Крайности меня расстраивают. Аутсайдер гонки, кандидат от республиканцев Франсуа Фион, который мог, но не занял место Липен в списке главных соперников Макрона, призвал своих сторонников отдать голоса именно за центриста. Макрона заявил, что патриоты должны объединиться вокруг Макрона и против угрозы прихода националистов. Левый радикал Жан-Люк Меланшон, хоть и открыто Макрона не поддержал, но призвал сторонников дать дорогу молодым. Вам, молодые люди, предстоит взять на себя миссию и перенести факел туда, куда я укажу. А еще держаться друг друга. Вперед! Мы, не покорившаяся Франция, сегодня и всегда. Похоже, Макрон заручился поддержкой не только соперников, но и нынешнего хозяина Елисейского дворца Франсуа Аланда. Поговаривают, тот уже поздравил молодого политика с победой. Социологи тоже делают ставку на Макрона. Но сюрпризы не исключены. Дают прогнозировать дело неблагодарное. Разрыв между двумя главными соперниками президентской гонки. Всего несколько процентов у кандидатов есть две недели, чтобы увеличить свои шансы до голосования во втором туре. Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал французские выборы у себя в Твиттере. Никому из кандидатов он предпочтений не отдает, но явно дает понять, что поддерживает Францию в единой Европе. Сильная пятая республика поможет восстановить мир в Украине, считает президент Украины. Результаты голосования активно обсуждают и в Европе, естественно, и даже поздравляют Эммануэля Макрона, несмотря на то, что тур только первый, да и отрыв минимальный. О европейских рефлексиях подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Европа с облегчением вздохнула. Именно так можно описать реакцию европейских политиков на результаты голосования во Франции. В Германии, например, традиционно осторожные немецкие политики уже называют Эммануэля Макрона без пяти минут президентами шлют в Париж поздравления. Одним из первых это сделал главный дипломат страны Зигмар Габриэль. Этот результат очень важен для Франции, потому что у Макрона есть желание и силы вывести страну из литургии. Без этой большой европейской нации невозможно построить Европу. Мы совершенно правы, что поддерживаем Макрона. Тем самым мы предотвращаем попытки антиевропейцев во главе с Мари Лепен ввергнуть Европу в еще больший кризис. Не скрывают своих симпатий топовые немецкие политики, которые уже этой осенью поборются за кресло канцлера. Пресс-секретарь Ангелы Меркель явно с одобрения своей начальницы в Твиттере пожелал Макрону удачи во втором туре. А ее главный конкурент и бывший президент Европарламента Мартин Шульц сделал это лично, не забыв напомнить и о себе. Я рад, что Эммануэль Макрон, с которым я много лет вместе работал, лидирует. Он убедительно выиграет во втором туре. И мы, он как президент Франции, а я как канцлер Германии, приступим к реформированию ЕС на основе сотрудничества между нашими странами. Есть реакция и официального Брюсселя. Ничего неожиданного. Там тоже рады за Макрона. Вчера вечером президент Еврокомиссии Юнкер поздравил Макрона с результатами голосования. Речь шла о выборе между защитой того, что представляет собой Европа, и другим вариантом, цель которого Европу разрушить. Это простой выбор. Как я написала в Твиттере, соседство флагов Франции и ЕС – это надежда для поколения. Для меня это подтверждение, что идентичность народа, идентичность человека может быть французской и европейской одновременно. И также думает большая часть моего поколения и поколения Эммануэля. Тишину и, как оказалось, еще и Макрона любят и деньги. По крайней мере, единая европейская валюта. После оглашения результатов первого тура курс евро по отношению к доллару резко пошел вверх. И уже достиг максимальной отметки за последние пять месяцев. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Европейское. Бюро телеканала «Интер». Американское внешнеполитическое ведомство результаты первого тура выборов во Франции пока не комментирует. Хотя СМИ убеждены, что симпатии Трампа на стороне Липен. Тогда почему его команда это опровергает и какие прогнозы звучат в США? Подробнее Дмитрий Анопченко. В Госдепартаменте Соединенных Штатов в день голосования сообщили журналистам. У нас нет пока никаких заявлений и не ожидается. Что и понятно, когда выбирали Трампа, европейские политики столько всего лишнего наговорили, не веря в его победу. Выводы сделаны. Чтобы не повторять их ошибок, пока второй тур не определит имя нового президента Франции, Вашингтон будет осторожен в оценках. Даже Дональд Трамп, который, как известно, свои твиты пишет лично и особо не сдерживается ни в оценках, ни в выражениях, в этот раз просто прозрачно намекнул. Очень интересные выборы происходят сейчас во Франции, написал глава Белого дома. И по контексту вроде понятно, что он имеет в виду, но ничего конкретного, что может быть истолковано как поддержка Липен или Макрона. Хотя несколькими днями ранее Трамп и прогнозировал, дескать, последнее нападение на полицейских в Париже усилит позиции ультраправых. Сказал, что Липен сильнейшая в вопросах границы, сильнейшая во всем, что происходит во Франции. Корреспондент Associated Press Джули Пейс, которая взяла это интервью у Трампа, была удивлена. Ведь традиционно президенты США избегают каких-либо прогнозов о президентских выборах за рубежом. Так Трамп сказал мне, нет ничего необычного. Все делают прогнозы относительно того, кто победит, и я их делаю, как и все остальные. Но сейчас, когда лидеров первого тура двое, новая команда опасается проявлять кому-то из них симпатию. Руководитель президентской администрации даже попытался сгладить ситуацию, дескать, предположения предположениями, но его шеф не на чьей стороне. У него может быть определенное мнение о том, кто, как он считает, может победить, но, конечно, у него нет предпочтений. А пока американские политики пытаются держать нейтралитет, американские социологи уверяют, что в ближайшем будущем Вашингтону придется все же иметь дело не с Липен, а именно с Макроном. Социолог Нейт Сильвер стал знаменитым после того, как все его коллеги предсказывали победу Клинтон, а он среди очень немногих постоянно твердил, что главой государства будет Трамп. Он же с удивительной точностью предсказал результаты Брекзита и теперь опубликовал новый прогноз. Дескать, ассоциации неверные. Парижский расклад нельзя сравнивать с противостоянием Клинтон и Трампа и его успех не повторить. И что эксцентричной французской даме при всем желании не выиграть. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе приостановила работу своих патрулей. Об этом сообщил глава миссии Александр Хук. Напомню, вчера в Луганской области на подконтрольной боевикам территории автомобиль миссии подорвался на мине. Один человек погиб, двое были госпитализированы. Ведущие мировые политики призывают как можно скорее расследовать эту трагедию. Все подробности в материале Оксаны Кундеренко. Имен пострадавших в ОБСЕ пока не разглашают, но сообщили их гражданство. Погиб медик-контрактник из США, раненые наблюдатели из Германии и Чехии. Состояние пострадавших удовлетворительное. Из больницы в Луганске их выписали, отчитались представители так называемой ЛНР. Оба выписаны в стабильном состоянии, не нуждающиеся в дополнительном лечении, именно в плановом. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, несмотря на произошедшее, работу свою продолжит. Хотя и признает, выполнять ее становится все сложнее. Даже в Госдепартаменте США заявили, риски для международных наблюдателей на востоке Украины слишком занижены. И призывают Россию повлиять на боевиков, чтобы те не препятствовали ОБСЕ. Мы остаемся верными нашему профессиональному долгу. Мы обязаны работать ради мира для всего украинского народа. Трагедия очень повлияла на наш персонал, на нашу команду. Мысленно сейчас мы с родными погибшего, а раненым желаем скорейшего выздоровления. А еще в ОБСЕ заговорили об усилении своего присутствия в Украине и даже о полицейской миссии. В своем заявлении канцлер Германии Ангела Меркель обвинила в произошедшем пророссийских боевиков и призвала как можно скорее расследовать инцидент. Представители немецкого правительства возлагают особую ответственность на тех, кто поддерживает боевиков в Москве. И с сожалением констатируют, что встречи в нормандском формате в свете случившегося созвать станет сложнее. Высказались и дипломаты из Франции. Министр иностранных дел Жан-Марк Эро призвал боевиков обеспечить беспрепятственный доступ ОБСЕ ко всей подконтрольной им территории. А вот в России во взрыве увидели провокацию и тоже призвали к расследованию и поиску виновных. Оксана Кундеренко, подробности, телеканал Интер. Пока стороны ломают копии вокруг инцидента с подрывом патруля ОБСЕ, пророссийски настроенные боевики продолжают нарушать режим тишины. За сутки наемники совершили 9 обстрелов опорных пунктов ВСУ. Бьют из минометов и крупнокалиберного оружия. По-прежнему напряженной остается ситуация на Донецком направлении. Все подробности узнаем от нашего военкора Ирины Баглай. Очередной минометный обстрел, кажется, в песках, разбитых огнем боевиков, за три года уже не осталось мест для укрытия. Стрельба нарушает тишину и днем. И для передвижения по селу на передовые позиции нет лучшего транспорта, чем бронированный хаммер десанта. Мы находимся в капсуле, полностью гибронированный. В 2016-м году выпадал, что боковое стекло 12,7 попадания и вытримало. В полке всех видов выстремляет. Да и в управлении прост, хвастается своей боевой машиной Павел. Туда автомат, все просто, газ и тормоз. Это вина. Это винаши. Ну, в плане, по той позиции. С таких одиночных выстрелов и начинается атака украинских позиций боевиками. Самый крупный калибр, который использует враг в последние дни, 82-миллиметровые мины. Но десантники продолжают держать под пристальным вниманием и огневые точки противника, откуда их позицию разбивали боевики 125-миллиметром в конце зимы. В разбитом танком здании на нулевой позиции точно не ожидаешь увидеть вполне приличный тренажерный зал. Здесь самое необходимое. Штанга, гиря, даже скакалка. Вопреки обстрелам, десантники находят время для тренировок. Говорят, таким образом морально разгружаются. Терник у нас тоже, я могу заниматься на тернику. Под конец традиционные десантные 33 отжимания за ВДВ и назад на позиции. Ирина Баглая, Андрей Костюк и Виктор Риотко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. О ситуации на Донбассе говорила в Москве Федерико Магирини. Напомню, это ее первый визит в Россию в качестве верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. С кем она встречалась и что стало результатом этих переговоров за закрытыми дверями? Давайте узнаем. Санкции в ближайшее время сняты не будут. Альтернативы минским соглашениям нет, как и нет особого прогресса в их реализации. Таковы итоги совместной встречи верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Магарини и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Конечно же мы обсуждаем с нашими друзьями в Киеве их часть в реализации минских соглашений. Но не будем возвращаться к тому, что произошло в 2014 году, потому что мы по-разному рассматриваем причины этого конфликта. Мы также обменялись мнениями, которые считаем системными разногласиями. Спасибо, что об этом упомянули. Это принципиальная позиция Европейского союза по непризнанию аннексии Крыма. Лавров по традиции упрекнул Киев в нежелании вести диалог с пророссийскими боевиками. Вспомнил недавний инцидент на Донбассе, а именно гибель наблюдателей ОБСЕ. А затем в очередной раз признал, что у Москвы есть инструменты влияния на Донецк и Луганск. Обязанность России сделать так, чтобы Луганск и Донецк, чьи подписи стоят под минскими договоренностями, конструктивно и в полной мере выполняли свою часть обязательств, а Германия и Франция должны обеспечить, чтобы то же самое делало украинское правительство. Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском. Вспоминая о санкциях, Лавров в очередной раз посетовал, не сказать, финансовые ограничения введены только против России. Хотя, как полагает главный дипломат РФ, она свои обязательства исполняет. Федерико Магарини на эти слова министра не отреагировала. Заметила лишь, что в условиях санкции Россию и Евросоюз вряд ли сегодня можно назвать стратегическими партнерами. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер. Неудачный вояж. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы может поплодиться карьерой из-за несанкционированной командировки. С кем Педро Аграмонт съездил в Сирию и как отреагировали на это его коллеги по ПАСЭ? Подробнее Ирина Иванова. Весеннюю сессию ПАСЭ председатель Педро Аграмонт открыл извинениями за свой визит в Сирию. Объяснил, не ждал такой бурной реакции. Очень переживает за гуманитарную ситуацию в стране и хотел помочь найти решение в конфликте, заверил Аграмонт. И подчеркнул, не хотел пятнать репутацию ПАСЭ. Одно из ошибок было позволить некоторым российским медиа депутатам манипулировать информацией об этом визите. Единственное заявление, которое я сделал в Сирии, были в качестве депутата испанского сената. Я находился там не как представитель ПАСЭ, и у меня не было цели поддержать режим Асада. Впрочем, депутатам этого было мало. Один за другим они начали вставать в зале в знак протеста. Представитель группы социалистов назвал поступок Аграмонта безответственным и потребовал отставки председателя. Мы считаем, что вам надо взять на себя политическую ответственность за этот поступок. Существующие правила не позволяют провести импичмент, но есть возможность ротации. Серьезные ошибки требуют серьезных решений. Мы призываем вас подать в отсталку. Более мягкое заявление сделал лидер самой большой политической группы Европейской народной партии. Он предложил провести слушание. Аграмонт согласился, но его все равно попросили немедленно покинуть пост. И до выяснения обстоятельств передать его в руки заместителю. Господин президент, из заявлений лидеров и представителей политических групп в этом зале предельно ясно, что вам не доверяют. Поэтому вам нужно вынести этот вопрос на голосование. Просто да или нет. Президент, я тоже должна присоединиться к коллегам. Вам нужно решить сейчас поставить вопрос о доверии или недоверии, вне зависимости от дискуссии и предстоящих слушаний. С протестом выступили и украинские депутаты. Господин президент, я ценю ваши извинения, но сейчас решающий момент для ассамблеи. Нам нужна прозрачность с вашей стороны и четкие объяснения вашей позиции. В противном случае, думаю, не стоит удивляться, если вам выразят недоверие во время голосования. Но сессия ассамблеи не ограничилась вопросом недоверия главе ПАСЕ. Представитель украинской делегации Вадим Новинский напомнил об одесской трагедии 2 мая и потребовал усилить давление на украинскую власть с целью проведения объективного и независимого расследования. В мае 2014 года в Одессе произошла страшная трагедия, в результате которой погибли 48 человек. Это были действия национал-радикалов при полном попустительстве украинской власти. 42 человека были заживо сожжены в Доме профсоюзов. С тех пор прошло 3 года и украинскими правоохранительными органами не было проведено тщательного объективного расследования, виновные не наказаны. Что комитет министров сделал для обеспечения прогресса в этом вопросе? Политик призвал все страны, которых касаются резолюции ПАСЕ, неукоснительно соблюдать решение ассамблеи. Во время свободных дебатов сегодня лорд Андерсон из Великобритании заострил внимание своих коллег, членов парламентской ассамблеи Совета Европы, о том, что это не дискуссионный клуб. И резолюции, принимаемые в этих стенах, должны неукоснительно соблюдаться государствами, в отношении которых эти резолюции принимаются. Это в полной мере касается и январьской резолюции в отношении Украины. Там было четко сказано о том, что нельзя преследовать оппозицию и соблюдать права оппозиции в полной мере. Нужно соблюдать права и свободы человека в вопросах свободы слова. Представители украинской оппозиции в ПАСЕ намерены поднимать этот вопрос на разных международных площадках. Из Страсбурга Ирина Иванова, Елена Абрамович и Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Израиле сегодняшний день называют днём катастрофы или днём памяти. Страна в трауре. Здесь вспоминают о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны. Подробности в материале. Ровно в 10 утра вся страна останавливается под звук траурной сирены. Люди откладывают все дела, чтобы почтить память миллионов невидно убитых евреев Европы. Поминальные церемонии начались вчера во всемирно известном мемориальном комплексе Яд-Вашем в Иерусалиме. Траурные факелы каждый год зажигают те, кто сам пережил ужасы концлагерей и своими глазами видел массовые убийства. 6 факелов в честь 6 миллионов. Ишая Губац родом из Польши. Солдаты вермахта сожгли его дом, а ему чудом удалось выжить. В 41-м не было 16. Никто не говорил о том, что немцы готовят евреям полное уничтожение. Нам сказали, что будут угонять на работу. Но собралась группа отчаянных, которая ушла в леса. Скрываясь, мы видели, как расстреливают сотни и сотни людей. В этом году День памяти немного не похож на другие. Несколько дней назад, и это до сих пор обсуждается в Израиле, были опубликованы сенсационные данные, найденные в архивах Организации Объединенных Наций. Доказано, что страны антигитлеровской коалиции знали о существовании лагерей смерти на территории Европы уже в 42-м году. Эти страшные данные заставляют по-другому взглянуть на современную историю. Ранее считалось, что страны-союзницы узнали о лагерях уничтожения только в 44-м году. Тот факт, что о них было известно двумя годами раньше, заставляет спросить, почему же ничего не было сделано. Мемориал памяти сегодня принимает делегации со всего мира. Траурный день заканчивается в Польше поминальными церемониями на территории бывшего концлагеря Освенцим, Аушвиц. Делегация высших чинов израильской армии водружает национальный флаг там, где было уничтожено более полутора миллионов евреев. Звучит поминальная молитва и слова благодарности тем, кто погиб, чтобы жили другие. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Детективы НАБУ передали в специальную антикоррупционную прокуратуру очередное подозрение главе Центризбиркома Михаилу Ахиндовскому. Об этом сегодня на брифинге заявил директор бюро Артем Сытник. Руководители ЦИК подозревают в незаконном получении денег из черной кассы партии региона. Сегодня мы передали остаточную подозру главе ЦВК до антикоррупционной прокуратуры и готовы передать коллегам из прокуратуры все доказы, которые собраны по этой справе, для того, чтобы эта остаточная подозра была погоджена. Говорил Артем Сытник и о деле экс-нардепа Николая Мартынинка. Директор НАБУ заявил, что в рамках этого уголовного процесса есть пятеро подозреваемых. Одному из фигурантов подозрения еще не вручили. Так как он находится сейчас за рубежом. И на этом же брифинге директор НАБУ сообщил еще одну новость. Против лидера радикальной партии Олега Ляшко возбудили производство по факту незаконного обогащения. Что заинтересовало детективов НАБУ? Подробнее в сюжете. НАБУ начало расследование против нардепа Олега Ляшко. Информацию об этом подтвердил и лично директор национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Главного радикала страны подозревают в незаконном обогащении. Только за последний год нардеп совместно со своей гражданской женой приобрели недвижимости на 20 миллионов гривен. И это при том, что ни один из них не владеет бизнесом. К примеру, вот это имение площадью 550 квадратных метров в элитном поселке под Киевом Олег Ляшко приобрел в начале года. На вопрос, откуда у него такие деньги, тогда глава радикальной партии заявил, взял кредит. Хотя в декларации данных об этом займе нет. Вы будете смеяться, но согласно нашему законодательству, человек может получить в долг лет на 50, либо 100, например, 20 миллионов долларов. Это не будет считаться нарушением законодательства. А вот народный депутат Надежда Савченко говорит, что знает, откуда у Ляшко деньги. По ее словам, в Верховной Раде он и его однопартийцы активно торгуют голосами. Жить на широкую ногу, отдыхать в теплых странах и снимать лучшие номера в престижных отелях – все это по душе Олегу Ляшко. Не так давно он вместе со своим заместителем в радикальной партии Юрием Сухиным полетел в Таиланд. По информации СМИ, только билеты главному радикалу и его спутнику обошлись суммой более 200 тысяч гривен. На вопрос, связано ли возбужденное дело с роскошным образом жизни Ляшко, директор НАБУ так и не ответил. Зато сам политик у себя в Фейсбуке уже заявил. Открытое производство – это политическое давление. По словам Ляшка, в телефонном разговоре с главой антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, последний его заверил. Это чистая формальность и в ближайшее время дело будет закрыто. Не сомневаются в этом и политологи. Мандат народного депутата дает все-таки индульгенцию во многих делах. Неприкосновенность, невозможно против тебя провести нормальное уголовное расследование и так далее. Поэтому я думаю, что там ничем не закончится. Мы были свидетелями очень многих громких обвинений в адрес тех или иных чиновников, депутатов и так далее, политиков. Но при этом ни одно дело пока что не доведено до конца. Сможет ли объяснить Олег Ляшко, откуда взял эти деньги, узнаем завтра. Его ждут на допрос в НАБУ в 11 утра. Олег Решетняк, Виталий Коваленко. Подробности. Телеканал Интер. Торгуют ли радикалы голосами, как утверждает Надежда Савченко? Ответ на этот вопрос даст следствие. Но результаты голосований в парламенте за правительство и законопроекты демонстрируют взаимосвязь между партийными интересами радикалов, фронтовиков и представителей блока Петра Порошенко. Завтрашнего дня НАБУ начнет проверять электронную декларацию президента, премьера и министров. Такое решение приняли члены нацагентства внеочередном заседании. Параллельно будут мониторить декларации первой волны, поданной еще прошлой осенью. Двух месяцев предусмотренных для этого законом НАБУ не хватило. Глава и ее зам обвинили в этом друг друга, а еще госорганы, которые задерживают ответы на запросы об имуществе чиновников. Поэтому сроки проверки декларации Порошенко, Гройсмана и членов правительства за 2015 год решили продлить еще на 30 дней. Я задавала вопрос к пану Радецьку, который ответил за данный направление работы. Хотела узнать не только первые результаты, мы их не узнали, но и хотя бы промежные результаты этой проверки. И сегодня мы не слышали. Мы не слышали ответы. НАК «Нафтогаз Украина» собирается присвоить полтора миллиарда гривен дивидендов своей дочерней компании «Укртранснефть». Такое решение приняло руководство газового монополиста. Несмотря на то, что по закону эти средства должны быть перечислены в государственный бюджет. Напомню, за прошлый год национальная акционерная компания получила 26 миллиардов гривен прибыли. При этом тарифы на газ для населения выросли в четыре раза. Новый центр предоставления «Админуслуг» сегодня в Харькове открыл премьер-министр. Владимир Гройсман отметил, что об очередях теперь можно забыть. Оформить ID-карту, биометрический паспорт, пособие на ребенка и субсидию можно в одном месте. Сроки получения документов максимально сжаты от 10 минут до 10 дней. Прокомментировал глава правительства и пенсии. С 1 октября, по его словам, они вырастут. А налог с выплат работающим пенсионерам премьер пообещал отменить. Потом, заявил Гройсман, дойдет очередь и до повышения зарплат бюджетникам. Что будет касаться заработных плат с 1 сентября 2018 года, то у нас тоже есть, с этого привода, достаточно прогрессивные думки, но немного позже мы про них поведомим. Я хочу, чтобы с 1 октября мы подняли пенсии украинским пенсионерам. От 200 гривен до 1000 гривен будет происходить такое подвижение. В среднем. Это означает только единственное, что нам нужно получить поддержку в украинском парламенте, закону про пенсионную реформу, который мы на ближайшее время презентуем. О необходимости повышения пенсии сегодня говорил представитель профсоюзов в парламенте Сергей Каплин. Во время своего выступления на заседании президиума Федерации профсоюзов он раскритиковал политику МВФ и отметил, что, по его мнению, она слишком дорого обходится украинцам. Главное вопрос – это вопрос пенсионной реформы. Что хотят сделать? Хочут, чтобы 12 миллионов пенсионеров жили и дальше получили мизерную пенсию, на которую невозможно пожить даже неделю, я уже не говорю про месяц. Где взять деньги, мы знаем. Препините контрабанду на кордоне, прекините коррупцию в банковской сфере, прекините офшеризацию Украины и прекините политическую коррупцию, когда вы партиями и фракциям раздаете миллиарды, а пенсионеру – ничего. Потребно обговорить, как позвать влияние МВФ на нашу национальную экономику, потому что они уничтожили. Потребно повернуть все пельги инвалидам, детям войны и другим категориям населения, которые были до премьерства Яценюка. Годовщина геноцида армян, так называемой армянской резни. Представители армянской диаспоры в Украине почтили память предков, истребленных во времена Османской империи. Памятное шествие прошло и в Ереване, а в центр украинской столицы съехались сотни людей. Молебен был совершен у мемориала невинным жертвам. Возвести памятники погибшим планируют еще в нескольких городах Украины. Для нас это самый скорбный день, наверное, в истории Армении. В 1915 году в течение нескольких месяцев было истреблено большую часть армянского народа, более полтора миллиона людей. Это мы никогда не забудем. На сегодняшний день повторяются точно такие же действия и в Ближнем Востоке, и в Африке. Поэтому наша задача сегодня всему миру показать на нашем примере, чтобы все признали это как геноцид, и никогда это больше не повторялось. Сегодня мы собрались вместе с нашими братьями из всех конфессий, действующих в Украине, чтобы помолиться и попросить их ходатайства за мир в наших душах, за мир в семьях, в стране нашей великой и родной, а также нашей исторической родине, Армению. С Союзом Армян Украины и Величным Великим Григорьевичем Шатворяном инициированы установки хачкаров во многих городах. Сейчас проводится работа также по доставке. Еще 10 хачкаров, которые будут установлены в городах Украины. Мы это пережили, и мы понимаем, что страшнее этого на сегодняшний день не существует ничего. Это все новости на сегодня. Легкой вам недели, и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова